Лучшие гонщики страны продолжают бороться за престижный клубный трофей. Очередные этапы командного чемпионата России по ледовому спидвею принимал Уфимский стадион «Строитель». Напомним, что шадринскую команду «Торпеда ШААС» представляют Матвей Волков, Артем Бурмистров и Дмитрий Соляников. Первый соревновательный день запомнился целой чередой серьезных падений. На льду оказались Динар Валеев, Даниил Федоров, Иван Гаврилов, Владимир Фадеев после столкновения с Матвеем Волковым угодил в тюки, а самой драматичной оказалась авария с участием Дмитрия Соляникова и Игоря Кононова. После падения тольятинский гонщик долгое время не поднимался со льда. Как стало известно телеканалу «Инфо-24», шадринский спортсмен получил сильный ушиб локтя и грудной клетки. А вот Игорь Кононов был госпитализирован с серьезной травмой спины. Также у него оказалась повреждена рука. В первосоревновательный день на пятом этапе Суперлиги шадринская команда заняла третье место, еще больше увеличив отрыв в общем зачете от основного соперника – команды из Каменско-Уральского. Борьба за первое и второе место традиционно развернулась между гонщиками из Уфы и тольятинской мегаладой. В отсутствие бывшего бронзового призера чемпионата России Игоря Кононова команда не смогла представить конкуренцию оппонентам. В итоге верхнюю строчку турнирной таблицы занял Башкортостан, на втором месте – тольятинцы. Шестой этап прошел без особых эксцессов. В солидарность с тольятинцем остальные команды в личных противостояниях сокращали количество своих гонщиков в заезде. Шадринские спортсмены показали хорошую подготовку. Дмитрию Солянникову удалось дважды опередить Даниила Иванова, а юниоры методично набирали необходимые очки. В итоге шадринцы поднялись на вторую ступень пьедестала, опередив команду из Тольятти. Башкортостан снова первая. После шести этапов турнирная таблица выглядит следующим образом. Лидируют гонщики из Уфы. На втором месте – тольятинская мегалада, третий – торпедо-шааз. Напомним, что лучшая команда будет названа в Шадринске, где 4 и 5 марта пройдут завершающие этапы Суперлиги.